И в одном из своих последних постов Арисович предлагает вам посочувствовать и утверждает, что вы за своей должности не можете говорить правду. Опять-таки, не оцениваем слова этого персонажа, с вашего позволения сказать, пусть это делают те, кто его читает и смотрит, но раз уж он якобы к вам обратился, могли бы вы ответить? Или это того не стоит? Вы знаете, я не сторонник заочных дискуссий. В этом как раз и есть проблема нашего политического пространства. Мы любим вести заочные дискуссии со взаимными нападками и так далее. Я считаю, что влияние господина Арисовича на сегодняшний день незначительно. То есть он не имеет определяющего влияния, которое так или иначе важно для Украины. Это первое. Второе. Я считаю, что он имеет право, как любой человек, высказывать любые точки зрения по любым позициям и так далее и тому подобное. Но в этом же есть суть демократии как таковой. То есть мы должны всё-таки быть последовательными в этом. То есть если демократия, значит человек имеет право высказывать точки зрения. Но есть третья составляющая, очень важная для меня. Я не знаю, что такое правду говорить или неправду, потому что правда это очень субъективная вещь, да, и если ты имеешь доступ к определенной информации, ты более рельефно многие вопросы понимаешь. Но тут вопрос не в правде. Вопрос в уважении к той стране, которая защищает своё право оставаться суверенной и которая платит за это неимоверную цену. Я бы хотел, чтобы все вот эти ребята, которые критикуют страну, да, чтобы они несколько остановились в понимании того, что когда они оскорбляют свою страну, они оскорбляют именно страну, а не критикуют там неэффективность функциональную или неэффективность отдельных чиновников и так далее. Когда ты сравниваешь, например, параметры свободы в Украине и России и делаешь это с ехицей, да, то ты именно унижаешь свою страну, которая как раз-таки за то, чтобы ты имел право это говорить, и воюет сегодня. В России нету дискуссий, в России нету конкуренции, в России очень слабый стержень, социальный, общественный стержень, который может противостоять репрессивному, авторитарному государству. В Украине наоборот. В Украине есть очень сильный общественный стержень, который всегда может противостоять государству, если оно будет нарушать какие-то пункты социального договора, где чётко прописано, что такое демократия, что такое конкурентная политика и так далее. Поэтому в этом плане у меня нет претензий никому, кроме одной очень важной претензии. Если вы не любите страну, вы просто сначала скажите «я не люблю Украину», поэтому и дальше начинайте вести свою политическую пропаганду. Вот и всё. Потому что нельзя оскорблять, ещё раз подчёркиваю, оскорблять, исходя из эмоционального, даже внутреннего восприятия, из того, что в тебя вложить должны были родители, нельзя оскорблять людей, которые защищают свои семьи. Физически нельзя это делать, эмоционально нельзя это делать. Вот и всё. Поэтому я не вижу смысла вести заочную дискуссию, это первое. Второе, для меня здесь всё очевидно, и третье, влияние, оно достаточно ничтожно и неразлагающе влияет на страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok